Спасибо большое за приглашение, спасибо большое за то, что пришли. Сейчас мои отношения с Россией очень близки, потому что я участвую в программе РУСов, это аббревиатура, институт, организация. Спасибо большое. Принц Евгений Саву, это герой австрийской истории, он был очень интересным человеком. Кроме того, он очень много инвестировал в недвижимость, в проекты в области недвижимости в Вене. Здесь вы видите здание, в которое он сделал инвестицию около 200 тысяч гульденов. Сейчас примерно равно 150 миллионам евро. Этому зданию 300 лет, но мы по-прежнему его используем, оно привлекает туристов, это музей, это очень приятное, красивое здание. Почему я все это рассказываю? Потому что мне кажется, что экоустойчивая архитектура – это термин, которому требуется перспектива, на которую нужно смотреть с перспективой на дальнейшее развитие. О чем бы я хотела бы рассказать? Это о том, что экоустойчивая архитектура требует хороших условий для того, чтобы расти, развиваться и для того, чтобы принести пользу пользователям. Одним из основных условий является хорошая политическая ситуация. Принц Евгений смог построить этот дворец, потому что начиналось его строительство в очень тихий период Австрии, когда была побежна турецкая армия, когда Австрийская империя была на взлете. При этом была очень спокойная общеполитическая ситуация, и поэтому можно было мыслить на долгую перспективу, инвестировать в крупные проекты. Это одно обстоятельство. Другое обстоятельство – это тот архитектор, которого выбирают инвесторы. Принц Евгений привлек несколько архитекторов, достаточно молодых, тех, кто был на заре своей карьеры, тогда в эпоху Баропа. И которые с энтузиазмом создали такое красивое здание. Архитектура и проектирование, инвесторы должны взаимодействовать для того, чтобы отвечать запросам времени и публики. Но политическая ситуация, конечно, во многом влияет на устойчивое разбитие. Кроме того, уровень экоустойчивости мы можем достичь благодаря навыкам и профессионализму и решениям инвесторов. На самом деле мы уже не можем отнекиваться и должны принимать на вооружение экоустойчивую архитектуру. Конечно, с тех пор был сделан очень большой прогресс вперед и в отношении материалов, в отношении навыков, в отношении профессионализма. Поэтому сегодня у нас очень много ресурсов в руках для того, чтобы строить экоустойчивые здания. Во всех отношениях у нас есть навыки, у нас есть ноу-хау, у нас есть средства для этого. И в Австрии, конечно, мы используем все эти средства, в России тоже начали недавно. Я бы хотел сказать несколько слов об основах экоустойчивой архитектуры. Разработки науки 30-х годов 20-го века, именно кибернетика, помогли нам понять общий полноценный холистический подход, как архитектура взаимодействует с землей, с природой. У нас есть очень много примеров, когда мы можем концентрироваться только на отдельных элементах, либо мы можем подходить целостно. И мы видим, что экоустойчивая архитектура обеспечивает нам эстетику, то есть результат нашего строительства должен быть приятным на взгляд. Кроме того, он должен отвечать социальным запросам пользователей и должен иметь экономическое обоснование для того, чтобы оправдать инвестиции. Кроме того, экоустойчивая архитектура обеспечивает нам взаимодействие с природой и разумное использование природных ресурсов через повторную переработку, например. Почему Австрия занимает лидирующее положение среди стран, использующих экоустойчивость в архитектуре? Вопрос, ответ достаточно простой. У Австрии нет никаких естественных ресурсов, как и в России. У нас достаточно холодный климат, конечно, не такой, как в России, но тем не менее. Кроме того, австрийцы не любят платить за теплоэнергию, просто ненавидят. Все эти исходные данные стали хорошим основанием для развития экоустойчивой архитектуры. Кроме того, практически 60 лет стабильной политической ситуации и стабильное устойчивое развитие в области науки, в области недвижимости. Все это привело к тому, что в 70-е годы возникло зеленое движение, и оно очень сильно развивалось. Все вот эти аспекты и факторы стали взаимодействовать, и уже, я бы сказал, с 80-х годов Австрия стала своего рода меккой, в которой на первый план вышли энергоэффективные системы, технологии, пассивные дома, уже построены, уже, наверное, более тысячи сейчас таких домов насчитывается. И эта сцена энергоэффективной архитектуры осуществляется и на уровне федеральных правительств, министерств. Экоустойчивая архитектура входит в обучающие планы университетов. У нас много есть уже реализованных проектов. В Австрии вы можете приехать к нам, посмотреть, потрогать, обсудить. Очень много проектов проходит мониторинг, и это очень четко просчитанные проекты, за которыми следующая серьезная аналитика. Кроме того, вы можете посмотреть. Я немножко сомневался в выборе тех проектов, которые вам сегодня показать. Может быть, имело смысл, конечно, показать что-то, что было бы похоже по своим климатическим условиям месторасположения на Россию. То есть, показываем, например, австрийское посольство в Джакарте, может, не имеет смысла, потому что совершенно другой климат. Один из моих любимых проектов – это жилищный проект в Вене. Чуть попозже на него посмотрим. Но я решил сделать фокус на энергоэффективности, на энергоэффективности для офисного здания. Но, кроме того, у этого офисного здания есть еще некоторые характеристики, которыми хотелось бы поделиться. Это здание находится в развивающейся, растущей части Вены. Одно из бизнес-предприятий вместе с банком работает в этой зоне, общая площадь 11 700 квадратных метров. Это здание, мониторинг которого идет с 2008 года. Мы опираемся на очень серьезные данные, на моделирование, на расчеты. Таким образом, наше здание стоится ровно с теми расчетами, которые были представлены на бумаге. Стоимость составляет 6 миллионов. Это достаточно дешево, поскольку это достаточно низкая цена для офисного здания. Вы, конечно, спросите, как это возможно, но клиент хотел быть гибким с бюджетом, хотел бюджет перенести из класса люкс в класс экоустойчивость. И мы работали, исходя из этого понимания. Здесь вы видите карту. Хотел бы показать одну вещь. Вот здесь находится наша энергобаза. И под зеленым пятном вы видите следующую фазу развития этого здания. Мы недавно закончили ставление технико-экономического обоснования для того, чтобы построить здание А+. А плюс – это значит, что это здание производит больше энергоресурсов, чем потребляет в год. Таким образом, это следующая фаза развития этого проекта. Вы видите базу экоустойчивого проектирования. Мы работаем в соответствии с требованиями рынка. У нас достаточно простая планировка, которую можно адаптировать под потребности. В целом, расходы очень низкие. Энергобаза построена на основных принципах, которые основаны на технико-экономическом обосновании. Прежде всего, необходимо было построить пространство комфортное и просторное. Здание должно быть энерго- и экоэффективным, использовать возобновляемые источники энергии по максимуму. Состояние по 2006 году, когда делалось проектирование. Кроме того, оно должно служить на благо пользователей. Таким образом, архитекторы думали о том, как сделать проект для пользователей, потому что пользователи же за него платят, и они должны получать преимущество в использовании. Относительно энергетических показателей у нас были поставлены очень ясные цели. Нам нужно было максимально снизить энергопотребление и уровень выбросов в окружающую среду. В соответствии со стандартами, здание Вене отвечает всем самым строгим стандартам, и мы основывали наши целевые показатели по сокращению потребления энергии на основе серьезных подсчетов, расчетов. Здесь мы видим так называемую диаграмму «комфортно». Мы видим, что здание в основном функционирует в этом зеленом пятне. В середине удобное здание, как для работы, так и для жизни. Это очень понятное определение комфортности для пользователей. Здесь вы опять видите цифры, показатели по энергоэффективности. Вы видите, профессионалы, что использование теплоресурсов, энергоресурсов очень низко. Слева мы видим показатели стандартного энергопотребления. По энергопотреблению мы говорим, что 25% общей энергии, включая электричество, насосы, это фотоэлектрическая энергия. Конечно, такие здания должны соответствовать определенной сертификации. В данном случае здания… Все оценки делались открытым способом, бесплатно. Вот видите, достаточно простая программа для инвесторов. И такие здания получают вот такие премии, что приятно для владельца. В отношении здания я уже сказал, что очень понятная конструкция, минимизирует затраты. Кроме того, концепция пассивного дома, ее очень легко достичь. Необходимо построить очень хорошо укрепленные, утепленные стены и крышу, обеспечить дом системой вентиляции. И сейчас все самые последние технологии представлены на рынке. Следующий момент, тоже базовый, это обеспечение системы отопления и охлаждения здания в том здании, которое мы рассматриваем. Мы хотели задать целевую температуру, таким образом, что энергия обеспечивается за счет грунтовых вод, так и обеспечивается охлаждение. Это пассивный дом, благодаря чему потребление энергоресурсов очень низкое. Здесь вы видите систему подачи грунтовых вод, охлаждение полов. Одним из базовых компонентов этого проекта является особенный проект в отношении натурального и естественного освещения и использования солнечного цвета. В этом здании очень большая часть фасада выходит на юг. Очень сложно так расположить офисное здание. Фасад разрабатывали таким образом, чтобы его форма могла использовать энергию несколькими способами. Что мы делаем здесь? Мы используем зимнее солнце, которое очень плоско попадает в здание. Оно обеспечивает естественное освещение. И мы используем пассивную солнечную энергию для отопления. Летом очень интересное решение. Фасад получается естественным теневым барьером. И одновременно с этим производит электроэнергию. Потому что поверх фасада размещены панели, благодаря чему обеспечивается аккумуляция и производство энергии. Таким образом, техническое решение, вы видите сверху фотоэлектрический элемент, и под определенным углом находятся окна. Таким образом, эффект работы этого фасада мы видим в исключительной энергоэффективности здания и его исключительной адаптации к климату Австрии. Итак, объем площадей панели 400 квадратных метров. Наверное, крупнейший такой объем в Вене. И солнечные панели. Сейчас они стали более дешевыми. Но кроме того, есть, конечно, и определенные субсидии на монтаж таких панелей. Это некие научные данные, которые доказывают эффективность данного дизайна. Конечно, еще до строительства были выполнены имитационные модели, чтобы показать, что все это правильно. Кстати, правая диаграмма, она здесь ключевая. Поскольку она показывает соотношение между влиянием солнечных лучей и воспроизводством энергии. То есть, в летние месяцы прямое влияние солнца снижается существенно. Но это хорошо для внутреннего климата, потому что нужно охлаждать стане гораздо меньше. Но в то же самое время мы можем повысить генерацию энергии фотоэлектрическими элементами. Соответственно, получается хороший выход по количеству электричества, чтобы работали земляные насосы для охлаждения здания. Поэтому это хорошее решение с помощью такого фасада. Здесь получается, что до 30% энергопотребности восполняется фотоэлементами. Вот это фото – это наша амбиция, это наше устремление, потому что мы хотели бы предоставлять очень хорошую, комфортную среду для работы, состояние в помещениях, которые будут работать в этом здании. И вот этот вот ребристый фасад дает нам возможность получать такое двойственное ощущение от работы в комнате. Есть окно, вы смотрите прямо через него, и есть вверху тоже такая изогнутая панель. Это как бы можно смотреть на небо и так далее. Поэтому эта графика показывает преимущество такого остеклененного фасада по сравнению со стандартными фасадами. Потому что даже зимой очень приятно работать в таком здании с точки зрения освещения. Сейчас мне хотелось бы пару слов, пару слайдов показать по поводу второй функции. Мы понимаем, что это система естественного увлажнения, потому что сухость воздуха – это проблема в офисах, а затем кондиционирование летом, люди болеют от кондиционеров, это стоит много денег компании. Поэтому мы изобрели и, скажем так, разработали систему естественного увлажнения здания. Это система растений, особенная такая трава, особенные растения, которые выдают влагу. И это можно контролировать, чем больше света мы помещаем на растения, тем больше влаги они выдают. Поэтому эти растения можно интегрировать в рамках процесса увлажнения здания. Поэтому потоки свежего воздуха проходят по растениям, где большой такой уровень влажности, и затем уже увлажненный воздух поступает в офисные помещения. И второй аспект, что у нас есть в рамках офиса, такие зеленые островки экологически. Это open space, открытое пространство. Но, тем не менее, каждые 20 метров есть такой островок, мы называем его зеленый буфер. В этом случае это такой кластер, дает ощущение экологичности и немножко дает глазу отдохнуть от рабочего процесса, от мониторов и всего остального. Это технологические методы поток воздуха по этим зеленым островкам. Это рекуперация тепла, рекуперация влажности. Здесь я уже подхожу к завершению. С точки зрения дизайна, наша задача предоставить качественные офисные площади, хорошо освещенные, экологичные. Мы считаем, что это очень важно в плане устойчивой архитектуры и ее продвижения. Поэтому, коллеги, я желаю вам хорошего времени, общения, хорошего дня. Спасибо, что вы слышали. Спасибо. 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 Спасибо.